Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Помоют и пропылесосят. Самарские улицы готовят к майским праздникам. Без медведя, зато с песнями и танцами цыгане отмечают свой национальный праздник. Пожертвовать пешкой, чтобы спасти короля. В Самаре прошел шахматный паралимпийский турнир. Большую часть самарских улиц приведут в порядок до майских праздников. Задача убрать мусор с проезжей части. Для этого каждую ночь работают около сотни спецмашин. Пылесосят, чистят и моют улицы. За преображением города наблюдала Алина Чемерес. На контроле каждый сантиметр спецмашины со щетками аккуратно проходят вдоль бордюра, очищая дорогу от пыли и мусора. Ночью на улицах города работают свыше 80 единиц техники. Одни подметают и пылесосят, другие моют асфальт. Самарская, Вилоновская, Осипенко, Фрунзе вскоре в порядок приведут треть городских улиц. Работа продолжается. Ведем ее в активном темпе. Связано это с тем, что небесная канцелярия нам преподнесла сюрпризы. Результат на сегодняшний день налицо. Работаем во всех районах города. Никакой район не является исключением. Главная сложность при уборке – припаркованные автомобили. Они мешают спецтехнике очищать улицы. К поручению главы города особое внимание территории вдоль бордюров. Жители просят отнестись с пониманием к работе служб благоустройства и не оставлять машины вдоль проезжей части вечером и ночью. Чтобы горожане знали заранее, где в ближайшее время пройдет уборка, выставляют информационные стенды. Разумеется, я это приветствую. Если я увижу такой знак, то парковаться в этом месте я не буду категорически. Сотрудники МП благоустройства также помоют пешеходное ограждение, остановки, тротуары, уберут грязь с газона вдоль дорог. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Ни пыль, ни грязь им не страшны. Активисты молодежного парламента при Самарской городской думе вышли на субботник. На помощь привлекли студентов и школьников советского района. После того, как они приложили руку к скверу на пересечении 22-го портсъезда и Карла Маркса, территория стала выглядеть иначе. Мариана Мирная продолжит. Чистая Самара – моя Самара. Лозунг молодежного парламента при Самарской городской думе студенты и школьники восприняли на ура. Закатав рукава, вышли на уборку родного советского района. Присоединились к ним и молодые люди из армянской диаспоры. Наш долг – это сохранить и передать через поколение все самые лучшие традиции для воспитания. Соответственно, уборка и сохранение чистоты – это одна из основных вещей, которые помогают, в общем-то и целом, сохранять облик города как настоящий счастье цивилизованного мира. Почти сотни студентов и школьников вышли на газон вблизи остановки общественного транспорта. Здесь, в советском районе, расположены их учебные заведения. И, конечно, чистоту они создают в первую очередь для себя. Я считаю, что молодежь нужно привлекать. А мы, как молодежный парламент, должны показывать своим примерам остальной молодежи, что мы выходим, убираемся и показываем этим примером. Весь апрель в Самаре проходят субботники. Город на глазах становится чище и красивее. Вот и скверный пересечений 22-го партиезда и Карла Маркса по весеннему преобразился. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Учеба подождет. Студенты-активисты Куйбышевского района добрались до Аллеи Дружбы. Этот сквер молодой. Его открыли несколько лет назад в новом микрорайоне. Но он уже полюбился местным жителям. Сегодня там прошел субботник молодежного движения «Чистый город». Порядок наводили вместе с представителями Союза народов Самарской области. Как это было, увидела Олеся Корецкая. Аллею Дружбы на улице Осетинской открыли в 2013 году. Здесь посадили деревья от представителей различных национальностей, которые проживают в Самарской области. Каждый год Аллея пополняется саженцами новых деревьев. А в этом году здесь высаживают 500 кустов гортензии. Пока это маленькие саженцы. За несколько лет они окрепнут и будут радовать жителей пышными шаровидными цветами. А на другом участке Аллеи кипит работа. Студенты убирают прошлогодние листья и мусор. Признаются, в такую погоду субботник лучше любых лекций. Просто сейчас погода хорошая, подышать свежим воздухом, посмеяться с друзьями. Весело, интересно. Почему нет? Почему не сделать город чище? Я считаю, это очень хорошо. Это уже 16-й субботник от движения «Чистый город». 4 тысячи студентов и активистов приводили в порядок Самарские парки, скверы и площади весь апрель. Пока не распогодило, ворошили снег. Потом взялись за мусор. Площадь разворошенного снега составляет около 4 футбольных полей. Представляете, 4 футбольных поля разворошили наши ребята, активисты движения «Чистый город» и студенты образовательных организаций города Самара. Постоянные участники субботников отмечают, как аппетит приходит во время еды, так и желание убираться во время уборки. Активисты уже строят планы на лето. Оно будет богатым на экологические акции. Впереди очистка речных берегов и мест отдыха самарцев. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Песня без мелодий, как и Россия без цыган, немыслима. В Самаре прошел концерт, посвященный Международному дню представителей вольно-любивой нации. Этот праздник в области отмечают уже третий год. Но впервые на сцене не только цыганские коллективы. Романсы свободного народа слушал Андрей Горгуленко. Гитары, романсы и цыганочка с выходом. На сцене весь цвет цыганской культуры. Среди выступающих коллективов и ансамбль «Бах», который с 99-го года радует своих зрителей танцами, наполненными цыганской страстью. Мы стараемся донести до людей, что цыганская культура не забыта, и пробуем ее продвигать дальше. Это кровь, кипящая, бурлящая, веселый народ, любящий танцы, песни. Международный день цыган в Самаре отмечается уже третий год. А идея праздника появилась еще в 1971 году в Лондоне. Тогда на Первом цыганском конгрессе утвердили национальные символы, гимн и флаг. В этот день вспоминают цыган, погибших во время геноцида, и напоминают, как важно жить в дружбе со всеми народами. Самое главное, что мы жили мирно бы и дружно бы. И чтобы не делили там на нации, на разные земли и так далее. Есть одна земля, и есть одна нация, россиянин. В Самаре сейчас начинают понимать, конечно, встречают с радостью эти праздники, встречают, понимают. Самая главная задача наша – донести, чтобы жить в мире и в сотрудничестве со всеми народами. В этом году впервые на сцене не только цыгане. Свои танцы и песни представляют чуваши, армяне и русские. Главная цель – объединить культуры многонациональной России. Объединение не просто возможно. Оно уже состоялось. Когда представители разных национальностей, коллективы разных национально-культурных центров исполняют свои национальные танцы на этом концерте. Когда они, объединившись, решают общие задачи, сохраняя культуру народов многонациональной Самары. В Самарской области около 19 тысяч цыган разных этнических групп – русские, крымские, сервы, ловари, котлеры. И всех их роднит широта свободной души. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. А теперь коротко о других событиях дня. Сегодня отключат отопление в домах самарцев. На подаче горячей воды это не отразится. Весенние гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с 10 мая. В частности, с 10 по 13 мая повышенным давлением теплоносителя будут проверяться тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и центральной отопительной котельной. Тепловые сети Самарской ГРЭС, привокзальной отопительной котельной и нижней зоны БТЭЦ пройдут по верку с 15 по 18 мая. Между Самарой и Тольятти появится скоростная речная линия. От причала в областном центре до речного вокзала Комсомольского района Автограда можно будет добраться за 2,5 часа. Время в пути будет зависеть от продолжительности шлюзования. Соединять два города будет Самарское речное пассажирское предприятие, флот которого насчитывает сейчас сразу три судна на подводных крыльях типа «Восход». Расписание движений и тарифы появятся на следующей неделе. На майские праздники будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. С 16 часов вечера 30 апреля и до 22 часов 1 мая автобусы 37, 46, 47, 295 маршрутов проследуют в объезд по улице Самарской, Венцика до площади Революции, а дальше по своим трассам. Кроме того, с 8 утра до 2 часов дня 1 мая будет ограничено движение транспорта по улице Молдогвардейской на участке от Вилоновской до Полевой, а также по улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. Жителям необходимо заранее планировать маршруты. 1 мая в Самаре официально стартует сезон дачных перевозок. В продажу поступили сезонки на 4, 8 и 16 талонов. Их можно приобрести в киосках, на остановках и автостанциях, откуда отправляются автобусы. В этом сезоне организовано 34 маршрута. Тарифы будут на уровне прошлого года. Стоимость одного километра пути составляет 2 рубля 2 копейки. Сходили за покупками и разбогатели. Супруги из Самары Валентин Головко и Юлия Чиченидзе выиграли миллион рублей. По словам Юлии, лотерейный билет она купила впервые, подавшись внезапному порыву. О выигрыши семья узнала только после СМС-уведомления. Валентин проверил билет на сайте и не поверил своим глазам. Свой выигрыш семейная пара планирует потратить на покупку загородного дома. Ход конем в Самаре прошли 12 соревнования по шахматам среди инвалидов общественной организации «Десница». Многие спортсмены стали настоящими мастерами этой умной игры. Как пожертвовать пешкой, чтобы спасти короля, теперь знает и Мариана Мирная. Шахматы не терпят суеты, говорит Галина Яндулова. Когда решаешь шахматные задачи, мозг активно работает. До сих пор идет спор. Шахматы – это искусство или спорт? Некоторые утверждают, что это нечто среднее между искусством и спортом. И они как бы залетают между небом и землей, как гроб Магомед. Я бы даже так сказала. Принято считать, что белые начинают и выигрывают, но спортсмены уверяют – это не так. Выйти на профессиональный уровень помогут тренировки. Но в итоге побеждает тот, кому улыбнулась удача. Первенство среди мужчин проводится уже в 12-й раз, среди женщин – в 6-й. Многие из участников уже опытные мастера. Это не просто традиция. А вот наши постоянные участники, их много, они ждут этого, с удовольствием участвуют. Потому что это игра не только ради того, чтобы выиграть. Это игра, которая позволяет общаться. Это игра, которая позволяет расширить круг своих связей, возможностей и так далее. Турниры проходят раз в год. В остальное время спортсмены усиленно тренируются, чтобы получить заветный кубок. Приз этот переходящий, но если кому-то удается завоевать его три раза подряд, награда остается у победителя. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. А вот о каких событиях мы расскажем в наших следующих выпусках. Футбольных волонтеров проверили на физподготовку. Они пробежали эстафету, посвященную Кубку Конфедерации. Профессионалы в почете. Губернатор наградил лучших в профессии. Фестиваль пресса сменил прописку. Где он пройдет и чем удивят гостей? На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА